Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, вот еще пару лет назад, до покупки маском, твиттер был, ну такой, знаете, хорошей соцсетью, такой крепкой и очень, самое главное, информативной соцсетью, где можно было получить моментально практически любую информацию по поводу любого события, которое происходит на земном шаре. Не успело что-то произойти, ты уже бац, в твиттере это и есть, да? Там были, там были, вот я употребляю в прошедшем времени, тысячи людей, которые отслеживали всю ситуацию на шарике, на глобусе, да? И если где-то что-то маломальски интересное происходило, неважно где, это моментально появлялось в ленте, да? И ты был всегда в курсе дела и заходил в твиттер для того, чтобы иметь самую свежую и самую объективную и интересную информацию. Так это было когда-то, да? А потом ушел Дорси и твиттер купил маск. Вот у меня всегда вопрос, за чьи он эти деньги купил, и как, и почему, и зачем. Твиттера больше нет, можно говорить. Да, ну, во-первых, он его переименовал вот это с буквой Х напереди, это вообще аут, да? Ну, это сказать, что это дебилизм, ничего не сказать. Хотя, знаете, с другой стороны, вот, оно и хорошо, что он его переименовал вот в это Х. Оно и получилось Х. Как корабль назовешь, так же оно и плывет, да? Вот, и как результат сегодня, посмотрите, он практически все делает платным. Вот если у тебя бесплатный аккаунт, ты вообще не видишь ничего. Там тебе что-то 35 постов, ты видишь что-то такое. Ну, то есть вообще ничего. Чтобы вы понимали, раньше ты там буквально днем, если у тебя, ну, много, у меня там, я читал, наверное, тысячи две человек, ну, что-то такое. Но они все интересные были, да? Из разных стран я читал, от Судана до и Палестины, там, Израиля и до Аргентины. Абсолютно разных людей это было очень интересно. То есть сейчас вот иногда, я уже туда и не захожу даже, потому что она неинтересная, эта сеть стала. Обновляешь ленту, тебе показывают 35 постов. Извините меня, я раньше обновлял ленту, полторы тысячи постов сыпалось, да? Ну, это по информативности стал ноль без палки, да? Спрашивается еще раз, зачем трампист Маск покупал Твиттер за 44 миллиарда долларов? Он стал неинформативен, он стал неинтересен. Оттуда просто исчезли все люди, которых я читал. Или я их больше не вижу. Какое-то фуфло сыпется, ну, честно. Ну, ерунда какая-то. И он просто перестал быть соцсетью информативной и так далее. А теперь вот Твиттер, этот самый, этот дорогой трампист Маск хочет, значит, сделать следующим образом. Чтобы тот, кто не платит, не имел возможности ставить посты. Ну, все, на этом можно соцсеть вообще закрывать. Потому что, опять-таки, мы считаем в основном Украина и русскоязычный Твиттер. Ну, так это получилось, информацию ты получаешь на этих языках. Я могу еще на двух языках считать, но мне менее удобно это делать, да. Соответственно, я знаю, что вот этот контингент, Украина и русскоязычный, они не будут платить. Ну, зачем? Не будут платить их в жизни. То есть, фактически, всех, кого я читал в Твиттере, они исчезли. Ну, я не вижу их постов больше ничего. То есть, ленту можно даже не обновлять. Она пресная, она неинтересная, она неинформативная и вообще буранная. Например, на фоне того же Телеграма это просто убожество стало. Вот и все, собственно говоря. А теперь еще он, значит, заелся с Евросоюзом и говорит, ну, раз меня, мол, в неудобные условия ставят, что нет модерации практически и т.д. и т.п. А я его вообще, говорит, закрою для Европы. Твиттер. Ну, не Твиттер, как он там сейчас называется? Хэ. Я, говорит, этот Хэ спрячу. Ну, застегну, наверное, зиппер на этом все. В Европе его видно не будет. Вот так можно убить соцсеть. Она уже убита, можно с ней попрощаться. Толку с ней уже никого не будет. Разве что этот Крендель, он ее кому-то продаст. Но ее в таком состоянии никто не купит, да, и за 2 миллиона долларов. То есть, вопрос... А теперь, да, суть вопроса. Зачем было вкладывать 44 миллиарда в соцсеть, которую ты убил? Намеренно. И, коль ты вложил эти деньги и убил эту соцсеть, она больше... Ну, де-факто она не существует, да? То вопрос, а кто тебе дал деньги, чтобы убить, пожалуй, лучшую новостную соцсеть в свое время в мире? Вот тут возникают вопросы. Мне просто интересно, кто ему дал эти бабки. Потому что, ну, логика говорит, что свои собственные бабки нормальный человек вот так не возьмет и не выкинет. Даже если у него их супер много. У него их много. Но, вот, чем дальше, тем больше я задаюсь вопросом, а откуда у него вообще бабки? А является ли он, не является ли он подставным лицом? А если является подставным лицом и бабки? То есть, деньги для него ничего не стоят, да? И он... Такое впечатление, что он их не... Понимаете, когда я вот заработаю свои деньги, я их бездумно не трачу. Ну, богатого человека дураком тоже не назовешь и бездумным. Значит, получается, что деньги он не зарабатывал, а они у него как-то вот просто пришли. Как пришло, так и ушло.